Раз в две недели в седьмую женскую колонию приходят представители РПЦ и периодически мусульманские имамы. Верить люди продолжают из-за колючей проволокой, и им не обойтись без духовных наставников. В этот раз они пришли одновременно. В колониях проходит неделя межрелигиозного диалога. Женщин-рецидивисток собрали, чтобы поговорить о вере, ответить на вопросы и помочь, если нужно. Когда человек находится в более стесненных обстоятельствах и условиях, у него больше есть возможности задуматься над целью своего существования, целью своего нахождения вообще на земле. Православных верующих в зоне больше. Есть и своя община, обряды проходят в молельной комнате, за которой закреплена староста. Духовная жизнь вообще очень интересная. Здесь люди приходят только Богу. Что дома, что здесь. Только с Богом может быть спокойно. Сейчас я вот, то есть, у меня повторно. Я убедилась, это без Бога. И то есть, в тюрьме тоже можно быть свободным, если ты будешь ближе к Богу. Я благодарна Богу, что даже если я попала второй раз сюда, я благодарна Богу. Руководство колонии к религиозным нуждам относится с пониманием. Храмы или часовни и молельные комнаты для мусульман есть во всех уголовно-исполнительных учреждениях. Мусульмане, их в колонии шесть человек, молятся пять раз в день. Так требует их религия. Они могут иметь предметы культа для карманного ношения, могут иметь религиозные книги. Конечно, после проверки их администрации учреждения, после сверки их, не являются ли они запрещенными изданиями, всем этим они могут пользоваться. В библиотеке у нас тоже большой массив православной литературы. В колонии проходят православные литургии, исповеди и иногда организуют таинство причастия. Это бывает не массово, конечно, но нельзя сказать, что это единичные случаи. Даже были случаи, что и люди конфессию свою меняли. То есть, покинешь мне мусульман при накрещении, кстати, в СИЗО-2, который там располагается. Ну и вопросы разные. Как выжить, как веру обрести в людей, в себя, в будущее. Места в молельной комнате не хватает для всех желающих, особенно во время крупных церковных праздников. Поэтому РПЦ строят в колонии большой храм. Уже возвели стены и положили крышу. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.